Добрый вечер. Я ведущий Алексей в эфире и выпуск посвященный специальной сессии Московского экономического форума 2020. Московский экономический форум возобновил свою работу в новом формате, седьмой форум пройдет осенью текущего года. Об этом нано-специальной сессии МЭФ на тему «Новый курс. Время действовать. Деньги в Россию», рассказал сопредседатель МЭФ, глава ассоциации Роспецмаш Константин Бабкин. С этого года форум ставит свои задачи и формирование на единой платформе проекта «Новый курс» широкой общественной коалиции, выступающей за разумную экономическую политику. На секции выступили Сергей Глазиев, академик РАН, действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии. Михаил Делягин, научный директор Института проблем глобализации. Горегин Тасунин, президент Ассоциации российских банков. Владимир Гамза, председатель Совета ППРФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Андрей Паршев, главный редактор УКМ.РУ. Андрей Андриченко, генеральный директор ООО «Айтиенерго», разработка программного обеспечения для автоматизации технических процессов в энергетике и промышленности, Новосибирск. Гузель Улумбикова, руководитель Высшей школы и организации управления здравоохранением. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Уважаемые коллеги, я сегодня буду говорить о здравоохранении, которое касается каждого из нас. Я буду говорить о системном кризисе в состоянии здоровья населения, о системном кризисе в здравоохранении, об осознании этого и о том, что нам надо делать. Я думаю, что там могут быть кликеры. Следующий. Итак, кризис здоровья населения. Ожидаемая продолжительность жизни. Ожидаемая продолжительность жизни – ключевая характеристика здоровья населения в любой стране, которая считается по коэффициентам смертности по возрастным в нашей стране на 5 лет ниже, чем в новых странах Евросоюза, которые близки к нам по уровню экономического развития Чехии, Венгрии, Польши, Словакии и другие. У них такая ожидаемая продолжительность жизни была 20 лет назад, а в старых странах Евросоюза была 43 года назад. Если в нашей стране коэффициент смертности, то есть число умешек на тысячи населения, был не вот эта красная линия, которая представлена на этом рисунке, а был на уровне названных новых стран Евросоюза, то есть 10,6 случаев на тысячи населения, то мы бы смогли сегодня сохранить 13 миллионов жизней российских граждан. От чего зависит, вы спросите, здоровье населения России, то есть ожидаемая продолжительность жизни? Вот мы в своей школе сделали расчеты и показали, что для нашей страны, на примере всех субъектов Российской Федерации, социально-экономические факторы, то есть вловой внутренний продукт, нарушение населения, заработная плата на 37% определяет ожидаемый продолжительность жизни, образ жизни, потребление алкоголя и табака курения на 33%, а мы в здравоохранении, то есть в доступности к качеству медицинской помощи, которая определяется его финансированием, определяем его на ожидаемый продолжительность жизни на 30%. Давайте каждый из этих факторов посмотрим. Средние заработные оплаты в экономике в полтора раза ниже, чем в новых странах Евросоюза, по ППС доллару на душу населения. Более того, более половины населения нашей страны проживают на доходы менее чем 25 тысяч рублей в месяц, и реальные доходы населения последние 6 лет падают. Как мы ведем здоровое ображение? Алкоголь. Мы потребляем в расчете на душу населения на 35% выше, чем в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Финляндии. Мы потребляем. Доля распространенности курящих среди взрослого населения у нас самой высокой и почти в 3 раза выше, чем в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Но при таких условиях, при таких доходах населения следует думать, что у нас отличное бесплатное здравоохранение. Но не тут-то было. В 2018 году подушевые расходы на здравоохранение по ППС доллару, по сравнению с теми миномыми странами Евросоюза, которые близки к нашей стране по уровню экономического развития, были почти в 2 раза ниже, чем в нашей стране. Итак, у нас в здравоохранении системный кризис. Его причины длительные нищенские недофинансирования здравоохранения и губительные реформы. Что это за реформа? Мы так же, как и в любой отрасли, мы как фабрика. С одной стороны, у нас входят больные люди, конечно, которых благодаря хорошему образу жизни должно быть как можно меньше. Но с другой стороны, мы должны выпустить как можно больше подремонтированных и подлечных. Так вот, что случилось в результате пресловутой оптимизации, то есть сокращения кадров и койков в России с 2012 по 2018 год? Число больных возросло более чем на 10 миллионов. Число врачей, которые обеспечивают доступность в медицинской помощи, сократилось на 46 тысяч, койков на 160 тысяч. А государственное финансирование в постоянных ценах снизилось на 4%. Вдобавок при этом снижении все было направлено не на первичное цену, а на строительство высоко психологичных мощностей. Соответственно, мы смогли меньше пролечить за бесплатно наших пациентов. Значит, что стало с обеспеченностью практикующими врачами? В нашей стране при большем потоке больных и при гигантских расстояниях, вся Европа 500 миллионов на таком пятачке, а у нас гигантские расстояния, у нас обеспеченность врачами стала меньше, чем на 15%, чем в Германии. Обеспеченность врачами у нас стала меньше, чем в Германии на 15%, в Австрии, в Японии, в Корее и ряде других стран. Государственные расходы на лекарственные средства в амбулаторных условиях, то есть в рецептах врача бесплатно, в нашей стране в три раза ниже, чем в новых странах Евросоюза, которые я назвала. При этом у нас только 5% населения получают эти лекарства бесплатные, это льготники, а у них все, кому врач выписал рецепт. И в результате здравоохранения, естественно, проблема номер один для граждан. И это не просто недовольство. У пациентов сегодня отчаяние, а у медицинских работников мы сгораем. Нам уже в какой-то момент, не только молодежи, уже опытным врачам становится невозможно выполнять свою работу. И никакие полумеры не помогут. Вот у нас отчет счетной палаты, за 19-й год продолжается массовая до кадров из отрасли. Вот это выражение врача на нашем закрытом портале «Врачи России» собрало больше всего лайк. Наше положение бесправнее, чем у рабов. Нищенские заработные платы, постоянное третирование со стороны контролирующих и проверяющих органов, и экстремизм потребительского, и избыточные, непрерывные, невыполнимые в отсутствии ресурсов и кадров требования. Вот так развит в результате падает качество медицинской помощи. Это рост внутрибольничной летальности. Только за последние 6 лет она выросла на 20%. Главное, что система здравоохранения исчепала все свои резервы и находится в политическом состоянии. В таких условиях мы работаем и не можем исполнять свой долг, а пациенты не могут получить необходимую помощь. И я хочу, чтобы было осознание. Осознание у кого? К сожалению, его сегодня нет. И у исполнительной законодательной власти, и у политических партий, ни у кого я не видела, внятные программы. И у медицинской общественности, я имею в виду ее элиты, и нас с вами, которые сидят в этом зале. Вот что надо сделать, чтобы достичь национальной цели 78 лет или 77 лет, которая поставлена в 2024 году? Мы сделали расчеты. Для этого каждый год государственное финансирование здравоохранения надо увеличивать на 10% постоянных цен. Это к 2024 году как раз составит пресловутый 5% ВВП. У нас сегодня есть небольшие проценты ВВП государственного финансирования здравоохранения. А это как раз тот уровень, который сегодня сложился в новых странах Евросоюза, и где ожидаемое продолжение жизни не 73 года, как у нас, а уже 78 лет. Сколько это в деньгам? Ежегодно, дополнительно, 720 миллиардов рублей в постоянных ценах к имеющимся финансированию здравоохранения. На что они должны быть 720-720? На что они должны пойти? 300 миллиардов на повышение оплаты труда профессорского преподавательского состава, ординаторов, аспирантов, врачей, преподавателей медицинских колледжей, медсестер. И без этого они не придут в отрасль. 60 миллиардов квалификация медицинских кадров массовая, 300 миллиардов на систему всеобщего лекарственного распечения, а старшиеся средства на отдельные программы. Где взять деньги? Вообще-то мы не должны входить в положение финансо-экономического блока. Эти деньги, как правильно Глазин сказал, должны работать на экономику и на отрасли, чтобы они развивались. Но если уж вы меня спрашиваете, я назову четыре причины. Прогрессивная шкала налогообложения на сверхбогатство, я не говорю на просто высокие, сверхбогатство, перераспределение баланса внутри экономики, по стоимости услуг, у нас, например, завышенные расходы на электроэнергию, а значит, если у кого-то больше, то у кого-то меньше, а наши медицинские услуги внутри экономики, внутри нашей группы, они занижены. У нас сегодня, извините меня, и электроэнергии, и топливо стоит дороже, чем в Северном штатах Америки. Неоправданно высокие бонусы топ-менеджменту с корпорацией, у меня возникает вопрос, а мы, которые основа безопасности страны, почему наши врачи не получают какие-то деньги? И, конечно, резервный фонд, откуда хотите перейти деньги? Но они необходимы в системе здравоохранения, потому что здравоохранение, как и обороны, это основа безопасности страны. Я думаю, вы сегодня это поняли. Мы спасаем жизнь и здоровье нашего народа, а значит и вас, и нас, которые сидят в этом зале. Ну и в завершении я хочу, чтобы среди вас было осознание системного принципа здравоохранения, и чтобы вы встали на сторону, те деньги, которые будут, дай Бог, привлечены в нашу страну, пошли на систему здравоохранения. Жизнь проткал, уверяю вас. Я хочу, чтобы каждый из нас сказал, я сделал все, что можно. Спасибо за внимание. Если вы мне дадите ровно полминуты, я все-таки дам вам некоторые рекомендации касательно коронавируса. Я видела в этом зале, вы их не соблюдаете. Значит, что надо делать обязательно? Мыть руки. Вы пришли из метро, первое дело, вы не хватаете за свое лицо, за свои сумки, вы идете и моете руки. Если у вас есть возможность купить изгрутицирующие средства, вы не сжмете друг к другу руки, стоите на расстоянии полметра друг от друга, старайтесь избегать общественных средств. Не подносите свои руки к лицу, я видела, ползал подносили руки к лицу. Старайтесь избегать общественных мест, но у которых за это было больше, чем 50 человек. Значит, пришли из метро, помыли руки, сполоснули лицо, чисто механически, промыли нос. Ну и всем желаю здоровья. Спасибо. Спасибо. На все, на оздоровление здравоохранения, 710 миллиардов рублей, это 10 миллиардов долларов. Каждый год дополнительный? Каждый год. Каждый год дополнительный? Николай, затраты или? Нет. Все наши затраты, государственные расходы на здравоохранение составляют 3 триллиона рублей в целом, сегодня. Это 3 процента влогов внутреннего продукта. Нам, для того, чтобы к 2024 году у нас было 5 процентов влогов, и чтобы мы могли увеличивать государственное финансирование зарплаты на 10 процентов ежегодно, в среднем каждый год плюс 710 миллиардов рублей в ценах 2018 года. Без этого мы вас не обеспечим доступно. Ну почему, ну что я считаю, что сегодня, Кузе, а он уже в 2 триллиона рублей? Да, я 3,5, ну не половины, 3,2 триллиона рублей. Вы выполнили 100 триллионов рублей, вот считайте. Кузе, а вот футболистам мы платим такие же деньги, как вы сказали, а играют все уже хуже. Может не делать махи, да? А домой играют все хуже, что платят. Вы знаете что? Я специалист в организации здравоохранения. Я вам со всей ответственностью заявляю, как я заявляла в 2012 году, что нельзя сокращать инфекционные почки, нельзя сокращать кадры. У нас будет недоступная медицинская помощь. Я объясняла это в 2012 году. Сегодня со всей ответственностью заявляю. Если в самое ближайшее время мы не примем решительные меры для увеличения государственного финансирования здравоохранения, и не направим на те меры, которые я говорю, медицинская помощь будет прав государственной системы здравоохранения. И это приведет не то, что нарастает, это приведет к серьезному усилению социального недовольства. Точка. Если вы при этом снизите свой вес, не будете курить, будете активно мониторировать свое давление, то я вам гарантирую, что врач первичного звена будет для вас доступен и будет в том числе координировать вам медицинскую помощь.